Сегодня понедельник и скоро открытие биржи. Давайте посмотрим на мою ситуацию, что я буду делать на открытие биржи. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я продолжаю о своей опционной стратегии по нефти, я наблюдаю. И смотрите, что я делаю обычно перед открытием биржи. Еще с утра рано я смотрю на сайт finviz.com и я смотрю на нефть. Меня интересует нефть прежде всего. Посмотрите, вот здесь нефть закрылась в пятницу. И теперь нефть, что с ней происходит? Смотрите, я уже знаю, что на азиатских биржах нефть подросла резко достаточно. И сейчас она 33,74 доллара за баррель. Она откроется на этой цене. Теперь смотрим на мою позицию. Смотрите, последняя цена 32,87 на бирже. Еще раз. А здесь 33,74. То есть на открытие торгов мы сейчас увидим, что она скакнет на целый доллар. Сейчас 9 часов 51 минута. Что она скакнет на целый доллар. Что с моей стратегией? Смотрим на мою стратегию. Вот она сейчас. Я ее немножечко вот так сделаю. То есть 33 будет... Вот где-то здесь она будет. То есть вот если смотрим на красную линию... Сейчас я уберу голубенькую линию. Если смотрим на красную линию, у меня уменьшится сумма по вариационной марже. Вот это красное, это вот то, что у меня по вариационной марже. Вот это синяя моя цель. И у меня будет она где-то в районе... Ну вот здесь. То есть моя сумма сейчас должна уменьшиться. Чтобы предотвратить скатывание моей цели сюда, я хеджирую свою позицию фьючерсами. Сколько фьючерсов надо покупать? Смотрим на дельту. Дельта у меня сейчас минус 15. То есть вот эта моя линия падает со скоростью 15 фьючерсов. Со скоростью минус 15 фьючерсов. То есть если фьючерсы проданы, как бы 15 фьючерсов, то у меня такое же убывание моих средств по вариационной марже. Что я делаю? Мне надо для того, чтобы обнулить дельту, купить 15 фьючерсов. Но 15 фьючерсов брокер может мне не позволить купить. Поэтому что я делаю? Я беру и ставлю вот здесь. Давайте посмотрим, сколько можно поставить. Попробуем. Новая заявка. Покупка. Ну здесь пишет максимум 2. А мы поставим 10. Но скорее всего биржа еще не открыта, поэтому она мне скорее всего сейчас отвергнет. Сейчас эта сессия не идет. Поэтому, ну что делать? Будем рисковать. И поэтому я взял и поставил стоп-заявку. Я ее уже поставил, потому что я знаю, что нефть скакнет. Поэтому смотрите. Стоп-цена 32.95 на покупку. Стоп-лимит. Стоп-цена 32.95 по цене 33.85. То есть я в стакан выставится цена вот примерно вот эта. А в стакане у нас сейчас 32.90. Ну, естественно, стакан сейчас тут же на момент открытия накроется медным тазом. И будет цена очень сильно вверху. И моментально выставится вот эта заявочка на покупку 10 фьючерсов на нефть. И у меня уже тут же дельта станет минус 5 вместо минус 10. И вот здесь. Вот мы увидим уже кривую не такую. Вот сюда она пойдет. А уже примерно вот так вот она пойдет. Понимаете? Красненькая линия. Ну и после этого я буду двигать вот эту вот ступенечку. Ступенечку. А это можно сделать достаточно легко. Я буду выкупать вот эти вот проданные колы. Смотрите. 127 проданных опционов кол. Я вам скажу, по чем я их продал. По 1.53 доллара за баррель. Они проданы. То есть, смотрите. 33 опцион кол продан по 1.53 за баррель. И вот эта вот позиция остается в прибыли до тех пор, пока цена не вырастет выше, чем страйк. 33 доллара за баррель. Плюс премия, которую я получил за них. То есть 1.53. То есть, если цена вырастет выше, чем 34.53, вот эта позиция начнет генерировать убытки. До тех пор она в прибыли. Понимаете? И поэтому я сейчас куплю фьючерсы для того, чтобы скомпенсировать потерю внутренней стоимости на фьючерсах. И посмотрим, что будет с стоимостью временной. А временная стоимость мы смотрим вот здесь. Минус 127. Вот она временная стоимость. Сейчас это 1.43. То есть, временная стоимость была 1.53. Сейчас она очень сильно уменьшится вот сюда. То есть, она будет где-то в районе доллара. И после того, как я буду выкупать вот эти вот фьючерсы, у меня, вернее опционы, вот эти колл, я буду выкупать. 127. И временная стоимость даст мне прибыль. А внутренняя стоимость даст, естественно, убытки. Но внутреннюю стоимость я компенсирую покупкой фьючерсов. Поэтому я их буду сейчас выкупать. Они будут стоить примерно 2 доллара за штуку. Вот. И буду продавать вот эти вот фьючерсы, которые у меня вырастут в цене. Смотрите, 34. Вот. Они у меня будут как раз стоить где-то в районе полутора долларов. А я их купил по, сейчас скажу, по 1.13. То есть, они у меня вырастут в цене. И я их буду продавать. То есть, вот эти вот опционы дадут мне убыток. А вот эти дадут прибыль. И плюс фьючерсы дадут прибыль. Соответственно, я передвигаю позицию. То есть, у меня будет сегодня к вечеру, скорее всего, здесь вот минус в 34 опционах. Минус будет 100 где-нибудь или там в районе 100. А здесь остается, вот эти тоже вырастут, эта позиция. Плюс 120. Они тоже вырастут. И будут примерно 0.97. То есть, давайте наблюдать, что будет. Сейчас я ненадолго прерываюсь. И ждем открытия. Через 2 минуты снова подключусь. Уже через полторы. Друзья, мне очень неприятно об этом говорить. Но то, что случилось позже, это напоминало техасскую резню бензопилой. У меня там сорвались нервы. И, ну, наверное, об этом надо говорить. Потому что я наделал кучу ошибок. А на ошибках учиться. И лучше учиться на чужих ошибках. Поэтому я, наверное, расскажу о том, что было. Но это будет очень полезно для анализа. Те, кто занимается на опционах, уже немножечко так представляют. Но подробно я расскажу все-таки. Потому что я думаю, что это важно на самом деле понять. Психология очень сильно влияет на все вот это. И я расскажу, что делать, чтобы не ошибиться. Чтобы не потерять. Я потерял на этом деле.